От всего сердца поздравляю вас с этим не только радостным, но и весьма драгоценным и важным праздником нашего братства Днём Единства. Как участник того исторического совещания, которое состоялось в Москве 25 лет назад, в октябре 1944 года, я хочу, дорогие братья и сёстры, сказать вам, что из всех участников этого объединительного съезда, из московских участников всего осталось пять человек. Остальные участники, я говорю о московских участниках, остальные уже там в вечности у нашего Господа, ожидают нас. И сейчас, которые тоже рано или поздно придём к ним. Кто же эти пять человек, которые участвовали на этом историческом совещании из наших московских делегатов? Это четыре брата и одна сестра. Я их сейчас и хочу вам напомянуть. Илья Григорьевич Иванов, который будет на среднем собрании, его сегодня утром нет, будет на среднем собрании. Иван Иванович Моторин. Яков Гаврилович Отрубянников, прошу его представить, посмотрите на участника исторического нашего совещания. Сестра Мозгова, Александра Ивановна, поёт в хоре. Не прошу её предстать, потому что вам всё равно её не увидеть, но многие из нас её знают, а хор тем более. И я вот стоящий перед вами. Вот эти пять человек из Московской Церкви были участниками этого исторического совещания. Что ещё надо сказать, братья и сёстры, о том объединении, которое там совершилось с Божьей помощью? Мы много говорили, как же назвать союз объединённый, какое ему дать наименование. Много обсуждали этот вопрос и решили назвать этот объединённый союз союзом евангельских христиан и баптистов. Но знаете, дорогие мои, что мелочи в жизни нашей могут играть большое значение. И вот в этом названии одна буква всё-таки мешала нам чувствовать себя едиными, единым союзом. Союз было решено назвать на этом историческом совещании, ещё раз повторяю, союзом евангельских христиан и баптистов. Почему и в нашем поздравительном письме это название осталось? Потому что мы не можем изменить его, оно было принято. Но это одна единственная буква И, я бы сказал, портила наше единство. Если евангельские христиане и баптисты, значит навсегда будет деление. Вот есть в союзе этом евангельские христиане и есть баптисты. И вот вскоре, очень скоро после этого исторического совещания, мы единодушно решили эту букву И удалить. И вместо неё поставить чёрточку, то, что называется в грамматике тире. Почему теперь наш союз и называется союз евангельских христиан, чёрточка, тире баптистов. Это не сразу так было решено, братья и сёстры. Вот, повторяю, несколько позднее. Затем для укрепления и углубления нашего совершившегося объединения, мы единодушно решили ввести в нашем братстве пятый большой праздник, церковный праздник, праздник нашей церкви Иоангельских христиан и баптистов. Вот этот День Единства, который мы празднуем из года в год в последнее воскресенье октября месяца. А этот День Единства у нас является юбилейным, потому что он вот 25-й год празднуется. Так что не сразу, не на этом историческом совещании был введён День Единства. Несколько позднее, но мы радуемся, что он, этот День Единства, очень много содействовал нашему сближению и ещё большему объединению. И верим, что этот День Единства когда-нибудь будет особенно радостным, когда мы сможем на этом День Единства сказать, нет больше среди нас разделения, которое вот, к сожалению, несколько лет назад получилось, трещина, братья и сёстры, получилась в нашем братстве. Но поверьте, она будет ликвидирована. Не будет больше этой трещины. Мы будем в полноте единым братством. Я думаю, что эту веру мы все имеем, и об этом мы молимся. Но, братья и сёстры, послушайте внимательно, у нас сегодня не только радость великая по поводу вот того, что 25 лет тому назад было достигнуто это чудное объединение трёх течений евангельского направления в один союз, союз евангельских христиан-баптистов. Нет, у нас сегодня ещё и другой праздник. Мы его не упомянули в нашем поздравительном письме, потому что он будет отмечен особо. Знаете, какой праздник? Знаете, какой юбилей? И тоже 25-летний юбилей. Это 25-летие издания нашего журнала «Братский песник». Как раз в связи с этим историческим совещанием, где мы объединились в один союз, вот в это время был начат этот журнал «Братский песник», который ровно 25 лет издаётся теперь нашим братством. Дорогие мои, это большое событие. Это большой юбилей. И он будет отмечен на страницах нашего журнала особо. И мы должны сказать, что эти 25 томов годовых комплектов нашего журнала «Братский песник» представляют из себя громадное сокровище для нашего дорогого братства Ивановича Христиан-баптистов. Мы руководились принципом, когда издавали из года в год этот журнал, чтобы ничто, что связано с жизнью и деятельностью нашего братства, не было забыто на страницах этого журнала. И никто, чтобы не был забыт. И нам Господь помогал. Действительно, если взять эти 25 лет издания нашего журнала «Братский песник», а эти 25 томов требуют изучения всестороннего и серьезного, которым могут заняться только уже наши преемники, более молодые братья. Нам уже трудно это громадное литературное наследие изучить, исследовать. Настолько оно богатое, братья и сестры, что требует усидчивого труда более молодых наших братьев и сестер. И они, когда будут исследовать это наследие, они увидят, сколько дано за эти 25 лет на страницах нашего драгоценного журнала «Братский песник» и жизни и деятельности нашего братства. Поистине, ничто не забыто и никто не забыт. И историки будут в дальнейшем черпать из этого нашего 25-летнего наследия, а мы верим, что еще будет продолжаться, и дальше из года в год издания нашего братского вестника будут черпать материал для составления истории, большой истории нашего дорогого братства. Милые братья и сестры, вы же, конечно, беря в руки журнал наш, больше обращаете внимание на духовные статьи. Это хорошо, дорогие мои. Может быть, эти исторические разные сведения, они менее вас интересуют. Я повторяю, этим займутся наши историки, исследователи жизни и деятельности нашего братства. Масса наших братьев сейчас больше, конечно, ищет эту духовную пищу, и она есть в нашем журнале, и мы получаем почти писем столько же с мест, которые о разных нуждах говорят, и вместе с тем столько же в этих письмах говорится о благословении, которые читатели в наших церквах на местах получают от чтения нашего журнала. Благодарят без конца Господа и тех, которые трудятся над этим журналом, благодарят за духовную пищу, которую она содержит. Я немножко скажу о том, что есть еще братья и сестры, которые говорят, ах, вот журнал «Христианин» был. Да, мы все его помним, журнал «Христианин». Вот он не содержал этих исторических разных там заметок, вот, или о конференциях разных, которые в других странах происходят, о защите мира, там ничего этого не было, только чисто духовный материал, и вот сообщение с мест, то есть о жизни наших церквей, о их работе. Дорогие мои, это верно, журнал «Христианин» был такой, но зато историк, историк нашего братства из журнала «Христианин» не сможет подчеркнуть тот материал, который нужен для написания истории. Там этого исторического материала почти не было. Приезжали, например, заграничные братья, как гости страницы «Христианина», журнал «Христианин» не отмечали этого. Кто был, когда был, из журнала того не узнаешь. Из журнала «Братский вестник» вы всегда узнаете, кто посетил нас из наших дорогих, заграничных братьев и деятелей, когда посетили, где они у нас побывали. Все отмечается на страницах журнала «Братский вестник». И я повторяю, для историков нашего братства это будет ценнейший материал. Но мы обратились, помимо всего этого, ко всему нашему братству с просьбой прислать нам отзывы о нашем журнале для того, чтобы можно было в юбилейной статье, посвященной 25-летию нашего журнала, можно было эти отклики наших братьев, сестер и деятелей теперешних поместить в этом юбилейном очерке. В пятом номере, в последнем пока, там вы найдете это обращение ко всему братству нашему, чтобы слали эти отклики. И мы теперь думаем, что недавно вышел этот пятый номер, начнут поступать эти сведения, эти отклики, которые мы будем собирать в особой папке, чтобы потом использовать для юбилейного очерка 25-летия нашего журнала. Вот разве это не великое событие и объединение евангельских христиан, и христиан евангельской веры в один союз, и 25-летие вот этого драгоценного журнала, этого, повторяю, большого литературного наследства нашего братства. Да будет Господу за это великая хвала и слава. Теперь, братья и сестры, хочется сказать и о важности единства и что может нам помочь всегда единство сохранять и его укреплять. Я хочу прочесть вам место из Евангелия от Иоанна, 21-я глава, 15-й, 16-й и 17-й стихи. Дорогие мои, почему я в день единства, да еще в юбилейный, взял эти вот слова, эти три стиха, это потому, что, вот с моей точки зрения, эти три стиха являются, слушайте, являются цементом, который всегда в истории христианства объединял истинных христиан, углублял их единство и сохранял их единство. Это относится и к нашему братству. Вы сейчас это увидите, что это так, это цемент, вот эти слова, которые мы сейчас прочтем. Будет этот цемент у нас, будет единство. Не будет этого цемента, не будет единства. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. В истории христианства, дорогие братья и сестры, редким сокровищем было всегда единство Церкви Христовой. Редким сокровищем на протяжении всех веков в истории христианства было единство Церкви Христовой. Как в царстве камней бриллиант является редкой драгоценностью, это все мы знаем, дорогие мои. Так вот, в Церкви Христа, среди многих отрадных явлений в ее жизни и деятельности, полное единство являлось, является и теперь большой редкостью. Поэтому в числу многих задач Церкви принадлежит задача, какая? Бережно хранить драгоценный бриллиант единства. Так я сегодня, в юбилейный день нашего объединения, называю единство, бриллиантом единства, потому что это такое редкое сокровище в истории Христовой Церкви. Но почему такой редкостью является единство Церкви Христа, дорогие братья и сестры? Даже вот видите, мы, 25 лет тому назад объединившиеся, евангельские течения в один союз, и то, к сожалению, в некоторой степени потеряли все-таки это единство. И сегодня полного единства нет среди евангельских христиан-баптистов нашей страны. Почему же такой редкостью является единство в Церкви Христа? Не потому ли, братья и сестры, что большинство христиан, к сожалению, надо это сказать, большинство христиан не поняли и не понимают сущности христианства. Как это ни странно, но это так, дорогие мои. Дело в том, что многие-многие христиане, их можно тысячами считать, многие христиане считают сущностью христианства догматику. Да, вот так вот считают догматику, то есть вероучение считают сущностью христианства. И вот в этом и совершают великую ошибку. Так как в Церкви, а их много, в Церкви, существующей на земле, вот разница друг от друга, разница, братья и сестры, своими вероучениями разница они, своей догматикой разница, то вот догматика, как мы ее не ценим высоко, она у нас на наших библейских курсах является предметом номер один, то есть самым главным предметом. И в каждой библейской школе, на каждом богословском факультете догматика занимает первое место, и мы ее не умоляем, дорогие мои, сегодня, нет, мы ее ценим высоко, она нужна для каждой Церкви. Но она, вот эта самая догматика, вероучение каждой Церкви, может являться, к сожалению, да и является поводом разделяющим верующих, разделяющим верующим, поскольку одна Церковь учит так, другая Церковь учит так, а третья еще иначе, по тем или другим духовным вопросам, по тем или другим истинам Писания. И мы все должны знать, братья и сестры, что вот эти различные вероучения останутся до пришествия Христа. Никакие дни единства, никакие юбилеи объединений, дорогие братья и сестры, никакие экуменические усилия не приведут до пришествия Христа вот к созданию одного единого вероучения. Этого не будет до пришествия Христа. Они останутся, эти различные вероучения, до того дня, когда сам Христос, придя, даст своей Церкви свое единственное истинное и верное вероучение. Когда Христос, повторяю, придет, тогда Он скажет, ну, отложите теперь все напечатанные ваши катехизисы, вероучения в сторону, я ваш учитель, вот теперь, которого вы лицом к лицу видите, вот я вам даю мое истинное вероучение. В ваших вероучениях одни понимали так этот вопрос, другие понимали так этот вопрос, а я вам даю мое вероучение, в котором вот содержится мое понимание, понимание вашего Господа и Иисуса Христа. И мы, конечно, с радостью отложим наше мнение, как мы думали, по тому вопросу или по другому вопросу. Ведь мы должны с вами, братья и сестры, помнить великую истину, о которой мы читаем в Первом Послании Коринфянам в 13 главе 9 стихе, а именно, вот, что здесь на земле, живя, мы знаем только от счастья. Вот так вот и сказано в этом 9 стихе 13 главы Первого Послания Коринфянам, что мы знаем здесь, на земле, только от счастья. 14 стихе. Поэтому абсолютно совершенных вероучений на земле не существует, братья и сестры. Мы на нашем последнем съезде 1966 года приняли вероучение, приняли, и мы радуемся, что мы его приняли. Оно коротенькое, но ясное, простое и содержащее вот наше мнение о всех вопросах важнейших, о которых Библия говорит, мы радуемся этому вероучению, но назвать его абсолютно совершенным мы не беремся, братья и сестры. Нет. И абсолютно совершенных вероучений на земле не существует. И вот из-за различного понимания духовных вопросов христиане не должны ломать копья в борьбе друг с другом, братья и сестры. Вот тогда никакое вероучение, никакая догматика не нарушит единство среди христиан. Если мы будем помнить, что абсолютно совершенных вероучений нет, абсолютно истинного понимания истин Библии среди людей, живущих на земле, не может быть. Пока Христос, повторяю, не придет и сам нам не разъяснит. Все эти трудные порою вопросы нас несколько разделяющие. А в чем же сущность христианства? Я рад об этом в библейный день нашего братства сказать. В чем сущность христианства? И что может объединять, поистине объединять церковь Иисуса Христа в одно единое целое? Сущность христианства, слушайте внимательно, в драгоценной личности Иисуса Христа. Пока христиане всего мира, ныне живущие и в будущем, которые будут жить, об умерших не будем говорить, пока христиане не поймут, что сущность христианства является не учение, не катехизис, нет, братья и сестры, как он не ценен, как он не нужен, не необходим, а личность Иисуса Христа не будет вот ломания, то есть будет продолжение ломания копий, не будет полного единства. Иисус Христос вот что нас может объединять и должен объединять сам Иисус Христос. Не догматика должна перед нами стоять, не толкование богословов богословов разных догматических истин. Христос должен стоять всегда перед нами, дорогие братья и сестры. Он один. И он так прост для нашего понимания. Его Евангелие так просто, дорогие мои. Многих может смущать даже эта простота Христа и его учения. Меня, когда я был молодой, духовно и физически, я часто смущался этой простотой Евангелия. Я читал философские книги хотя бы того же Эммануила Канта. Какая это сложная мысль. Его эти философские произведения этого одного из величайших философ мира. А когда брал я Евангелие, думаю, ой, как просто эти притчи, как просто Христос говорит. Меня смущала несколько эта простота. Христа его учения. Теперь она меня не смущает. Я теперь понимаю, что Христос предназначен для всего человечества, братья и сестры. А человечество состоит из детей малых и из взрослых. Правда? Человечество состоит и из детей с детским умом, и из взрослых с умом взрослых. Человечество состоит из малограмотных и интеллигентов со средним образованием или с высшим из галилейских рыбаков и профессоров, братья и сестры. И всем нужен Христос. Один и тот же Христос. Если бы Христос был с мышлением Эммануила Канта, или вернее с языком Канта, этого философа, которого я упоминаю, как особо сложного философа, то кто бы его понял из детей, кто бы его понял из малограмотных, кто бы его понял из галилейских рыбаков, братья и сестры. Как чудно, как отрадно, что Христос наш так прост и его учение так просто, и что он для всех предназначен. Им всем должен сделаться понятен Христос и его учение, всем людям на земле. А что должно роднить, роднить всех христиан, делать их родными друг другу, близкими, дорогими, что должно объединять всех детей Господних, братья и сестры, дорогие. Это любовь к Иисусу Христу, любовь к этому драгоценному нашему Господу Иисусу Христу. Я благодарю Господа. Не сразу это мне далось, а вот теперь могу сказать, уже так сказать, на склоне лет, что я чувствую полнейшее единство с Августином, Бернардом Клергозским, Савонаролой, Франциском Осисским, с Мартином Люктером, с Кальвином, с Беслием, с Пёрджином и многими-многими другими именами, о которых говорит история христианства. И о которой на страницах нашего юбиляра журнала вы найдете в этой нашей краткой истории христианства. Все эти имена там вы найдете, дорогие мои, в нашей истории христианства. И вот со всеми этими деятелями великими исламными я лично чувствую полнейшее единство. Хотя в догматическом отношении далеко я ни одного и того же мнения с ними. А почему, дорогие мои, я ощущаю это единство и хотел бы, чтобы все мы это единство с ними ощущали? Потому что сердца всех их били с любовью ко Христу. К тому же самому Христу, который и нам так драгоценен и к которому любовью бьются наши сердца здесь находящихся в молительном доме. Мы можем, братья и сестры, исповедовать разные вероучения. Мы можем дискутировать о разных духовных вопросах. И это нужно делать. Но все это никогда не разъединит нас. Эти разные понимания разных вопросов не разъединит нас. Если мы с вами поймем, что наш Господь Иисус Христос имеет, слушайте, имеет каждому христианину и каждой христианке только один вопрос. Любишь ли ты меня? Один только вопрос имеет Христос к тебе и ко мне, брат мой, сестра моя. Любишь ли ты меня? Он не спрашивает тебя, он не спрашивает меня. Как ты понимаешь о Духе Святом? Он хочет, чтобы мы правильно понимали о Духе Святом, но он хорошо знает, что и правильное понимание о Духе Святом может быть без любви к нему. Дорогие мои, много богословов написали книг, богословских сочинений о Духе Святом, прекрасных сочинений о Духе Святом, но чувствуешь, что сердца их были больше заняты догматикой, чем драгоценным и Иисусом Христом, и что сердца их недостаточно бьются любовью к Нему. Вот он не спрашивает, как ты понимаешь о Духе Святом, или как ты смотришь на субботу, или воскресенье, о, дорогие мои, Христос об этом не спрашивает, а спрашивает, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. Пусть, братья и сестры, дорогие, любовь ко Христу, любовь ко Христу, самая искренная, самая горячая, самая преданная, вот объединяет всех христиан мира в одно целое, независимо от того, какой церкви они принадлежат, или какое они наименование носят. Милые братья и сестры, я хочу вам сказать, что среди множества церквей, союзов, объединений, которых объединяет, главным образом, повторяю, догматика, то есть вероучение, катехизис, есть одно объединение, о котором в юбилейный день нашего единства я не могу не сказать. Это объединение называется мировым таким названием Евангельский альянс. Он существует во всех странах мира. Евангельский альянс. Это объединение основано только на любви к Иисусу Христу всех тех детей Господних, которые в этом объединении объединены, и которые на съезды этого объединения приезжают с разных концов мира. Там именно не спрашивают, как я сказал, как ты понимаешь этот вопрос, как ты понимаешь этот вопрос, «А вот любишь ли ты Иисуса Христа, искупившего тебя Своею кровью, любишь ли ты его? И кто его любит, тот желательный гость на съездах этого вот объединения Евангельского альянса». Дорогие мои, нас, Евангельский альянс, тоже считает своим членом наше братство. Хотя, конечно, мы не всегда имеем возможность участвовать на его съездах, на его конгрессах, но они нас, как любящих Иисуса Христа, вот русских братьев и сестер, или вернее братьев и сестер нашего Советского Союза, нашей страны, они в своей семье нас считают. И это хорошо, дорогие мои, пусть считают. Мы можем сказать, что мы любим Господа Иисуса Христа. Правда, братья и сестры? Мы любим, любим горячей любовью нашего Господа Иисуса Христа. Если все церкви, если все христиане могут быть объединены вот этой любовью к Иисусу Христу, дорогие мои, не так догматикой, как этой любовью к драгоценному Спасителю, тогда, дорогие мои, мы должны сказать, что и церковь евангельских христиан-баптистов, то есть наше братство, тоже будет крепко спаяно вот именно этой огненной, этой преданной, беззаветной любовью к Спасителю нашему Иисусу Христу. И все воспитание детей Господних вообще и нашего братства, нашей евангельской баптистской церкви должно быть направлено к достижению этой любви. Дорогие мои, лично я не сразу понял назначение воспитания нашей церкви. Сейчас мне эта задача очень ясна. Поэтому, какую бы мы тему ни брали для наших назидательных собраний, для собраний, предназначенных для верующих, цель должна быть одна. Вот, чтобы в сердцах наших дорогих и скупных детей Господних все больше умножалась любовь к Иисусу Христу. Говорим ли мы о Валааме, говорим ли мы о блудном сыне, говорим ли мы об Янафане, говорим ли мы о Рухе Мавитянке, какую бы мы тему ни взяли, братья и сестры, для наших собраний. Цель одна воспитать детей Господних в любви к драгоценной личности Христа, нашего Спасителя, нашего Властелина и Царя, нашего великого Господа. Воспитать любовь к Нему. И если будет любовь к Иисусу Христу, будет любовь и друг ко другу, братья и сестры. Нельзя себе представить христианина, христианку, которые истинно глубоко любят Христа, чтоб они не любили кого-то из Его же детей, из Его же учеников или учениц. Будет эта любовь к Иисусу Христу, будет всегда единство в нашем братстве. Будет. Дорогие мои, вот чего мы должны достигать, вот мы должны о чем молиться, к чему стремиться, чтобы наши сердца поистине беззаветно любили дорогого Спасителя Иисуса Христа. Это залог нашего единства, не только в прошлом за 25 лет, это залог единства нашего за следующие 25 лет и еще за следующие 25 лет, пока не придет Христос. Будем любить Иисуса Христа всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем нашим разумением. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. КОНЕЦ Субтитры Субтитры Продолжение следует...